Всех приветствую на канале FlyHome и сегодня у нас коротенькое видео про топ 5 наилучших бесплатных дополнений для Microsoft Fly Simulator 2020. Погнали! Первое, что мы с вами сегодня рассмотрим, это дополнение бесплатное, которое заменяет BIN карты на Google карты в вашем симуляторе. Мы получаем по скачиванию такой архив, ссылки на все плагины, которые мы сегодня рассматриваем, есть в описании к этому ролику. И запускаем файлик .exe из архива от имени администратора. Выбираем путь для установки. Я устанавливаю это на тот же диск, на котором у меня MFS находится. Назовем, допустим, MSFS Google. По завершению процесса установки запускаем установленную программу. Здесь нажимаем Inject Google Maps. Он предлагает нам при первом запуске создать сертификат. Нажимаем «Да». Разрешаем доступ дважды. И, как видите, видим две зеленые галочки. Значит, у нас все работает, все подключилось нормально. Не закрывая программу, заходим в симулятор. Еще один важный нюанс. Перед первым запуском Google карт вы обязательно должны зайти в настройки, в General Options Data и проверить в самом низу, что у вас либо был выключен Rolling Cache. Это кеширование данных в бин-карт по дефолту. Либо, если он у вас был, то вам необходимо его очистить перед запуском Google карты. И потом можете уже запускать. Следующее дополнение, которое мы рассмотрим, называется V-Love VFR. Это бесплатное дополнение, которое добавляет в ваш симулятор множество новых VFR-объектов, таких как трубы, вышки, антенны, заводы, фабрики, солнечные панели и множество-множество другого. Данное дополнение является хорошим украшением для внутреннего мира вашего Сима и позволяет очень сильно разнообразить его. Покрывает Европу, всю Африку и часть Среднего Востока. Установка очень простая. Берем папочку из архива и перетаскиваем ее в папку Community. Идем дальше. Следующее дополнение для Microsoft Flight Simulator 2020 это Pushback Helper. Pushback Helper это не просто выталкиватель вашего самолета. Он также позволяет взаимодействовать с наземными службами, а также открывать и закрывать двери вашего самолета. Это бесплатное дополнение, которое является супер альтернативой, стандартным, не очень удобным, как я считаю, интерфейсом. Итак, архив распаковываем только не просто, а в папку с таким же названием, как и у архива. Появляется у нас такая папочка. Эту папку можете поместить куда угодно, абсолютно не важно. Где вам удобно, там ее и разместите. Здесь у вас файлы и вы запускаете файл .exe Pushback Helper. После того, как файл запущен, можете открыть симулятор и дождаться надписи Connected. Когда он будет подключен, можем начать взаимодействие. Что мы можем здесь делать в этом меню? Во-первых, мы можем вызвать сам буксировщик. Прошу обратить внимание, что по нажатию буксировщика, если на стоянке этого буксировщика у вас нету, то вы его и не увидите. Но на самом деле он уже подсоединен к нему. Можем ставить и убирать стояночный тормоз также через это меню и управлять уже выталкиванием самолета. Вперед, назад, влево, вправо. Как вам удобно контролировать. Можно также скорость выталкивания делать ее больше или же меньше. Дальше с этого же меню, как я уже и говорил, можем открывать и закрывать двери нашего самолета. Багажные отсеки. Получается всего-то передняя дверь, одна задняя и один багажный отсек. Индикация желтым говорит о том, что у нас они открыты сейчас. Можем вызывать также кейтеринг, наземный источник питания, загрузка багажа, подключение к телетрапу, если вы стоите на стоянке, у которой имеется телетрап, или вызов перронного грузовика, топливозаправщика. Но опять же, все зависит от того, что есть на той стоянке, на которой вы стоите. Если нет ничего, то это, конечно же, все работать не будет. Например, у нас тут есть только пауэр. Вот пауэр, видите, мы нажали и пауэр будет пытаться к нам сейчас подъехать. Следующее бесплатное дополнение для Microsoft Live Simulator 2020 называется GIS. GIS – это программа, которая показывает параметры вашей посадки непосредственно во время касания. Показывает вертикальную скорость, перегрузку, ground speed, количество отскоков и так далее. Чтобы и воспользоваться, распаковываем в любое удобное вам место архив. В архиве лежит у нас .exe-файл, который мы двойным нажатием запускаем. Открывается у нас вот такое окно, и в этом окне мы видим, что мы можем его спрятать в трей, можем полностью закрыть. Имеется статус подключения к симулятору. Когда вы его запускаете, неважно, хоть во время работы симулятора, хоть до запуска, он подключится к симу автоматически. И также имеется статистика по всем нашим предыдущим посадкам, которые мы выполняли с запущенным приложением GIS. Последнее, о чем мы сегодня с вами поговорим, это бесплатная утилита для записи ваших повторов, посадок, взлетов, полетов, неважно чего. Это наилучшая утилита, которая имеется на сегодняшний день для Microsoft Live Simulator. Она лучше, чем платный аналог ее Flight Control Replay. И 100% лучше, чем встроенный, пока еще находящийся в бете, и доступный только через режим разработчика, утилита для записи повторов. Называется она Flight Recorder. И для того, чтобы ее использовать, мы также самое извлекаем из архива папку на рабочий стол или в любое другое удобное место. Здесь также имеется .exe файл Flight Recorder Client.exe, который мы с вами запускаем. Взаимодействие с программой Flight Recorder крайне простое, и не доставит трудностей даже начинающему пользователю. Для того, чтобы начать запись вашего повтора, нажимайте кнопочку Record, переходите в симулятор и приступайте к пилотированию. Когда закончили, можем нажать кнопочку Stop Recording и сохранить нашу запись. Для того, чтобы пересмотреть ее, нажимаем Replay. Самолет появляется в той позиции, с которой мы начинали запись. Также мы можем поставить запись на паузу, поменять скорость воспроизведения или вручную переместиться в то место, которое нам наиболее интересно. Есть еще одна интересная функция. Эта функция называется Aerial Play. Мы создаем, грубо говоря, точно такой же еще один самолет, который будет двигаться вместе с нами по этой же траектории. Очень интересная функция для того, чтобы можно было записывать какие-то интересные ролики. На этом у меня все. Вы были на канале FlyHome. Если вам понравилось, ставьте лайки. Обязательно пишите ваш комментарий, понравился ли вам такой формат. Спасибо за внимание. Хорошего вам дня. До свидания. Продолжение следует...